Мы проповедуем Христа Воскресшего, чтобы люди знали смысл жизни, что за нас умер Христос и воскрес для нашего оправдания. Без веры во Христа надежды на спасение ни у кого нет. Так и написано, верующие в Сына Божия имеют жизнь вечную, а неверующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на Нем. Мы православные христиане свидетельствуем, чтобы берегли себя, вот этот, я не знаю, как ресурс или как рулетку назвать. Здесь вся нечистота собралась. Вам тут очень-очень не нужно быть. Тут приходят, такие дела показывают, что даже, уж мне 80 лет, я это смотрю и глаза отвращаю. Я не смотрю такие дела. А тут делать нечего. Лучше в Одноклассниках, там, в Фейсбуке, ВКонтакте где-то. Вот у нас очень большие ресурсы, если заинтересуетесь, вот называется «Открытым оком» вот сети Библии. Это Ютуб. А если к этим словам поставить сайт, человек зайдет на сайт. К этим словам форум будет на форуме. А вот это моя фамилия и имя, Лапкин Игнатий, а это для Скайпа. У вас дома Библия-то есть? Есть. Считаете? К сожалению, еще нет, не прочитала. Но очень хочу этим заняться. Надо обязательно просчитать. Вот если некогда считать или глаза слабые, вы тогда в интернет зайдете, в аудио, и зарядите. Игнатий Лапкин, вот внизу написано фамилия моя, имя. И напишите «Библия». И там Библия мной насчитанная. С 1986 года. Да, вы ее найдете. Я ее считаю всю Библию. Притом не укороченную, как у сектантов. У них 66 книг, а у православных 77. Вот она. Мы ее должны хорошо знать. Вот она написана, Библия. Библия дает нам направление. Христос говорит. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава 6 стих. «Я ясен путь, истина и жизнь». То есть правильный путь выбрать – это непросто. Вот человек идет, и какую надо специальность? Куда поступить после школы? Но путь-то начинается не с окончания школы, а с рождения. Твое поведение, крещеный ты или нет, причащаешься или нет – это избрание. Если человек не избран, он его и не тянет. А я атеист, или я не верю. Ну не веришь, не веришь, а умирать-то будешь? Раньше я тоже не верила. Сохрани Бог не верить. Неверие – это пустота. Уже в этой жизни. Да кроме того, Бог угрожает. Их черни умирает, огонь не угасает. Как ваши дела? Да наши дела-то… Мы уверовали. Про наши дела можно не спрашивать. А ваши-то какие дела? Здоровья, хорошо, спасибо. Вам слышно? Вам слышно. Да-да-да-да. Как вы думаете, человек, когда умирает, то что дальше? Не понял еще раз. Человек, когда умирает, что дальше с ним происходит? Он уходит в мир иной. А в какой? Там в какой. А там уже еще там не было, не знаю. А вот и знаем. Верующий в Сына Божия во Христа имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Это известно очень хорошо. Если человек не покается, не примет Христа, не попросит прощения, чтобы он жертву свою покрыл твои грехи, значит, тебя ждет огонь вечный. И черни умирающий. Вот знают это? Это написано. И написано не где-то, а вот, смотри. Видел, как написано? Вот это вот Святая Библия. В ней дается ответ на все наши вопросы. Мы для всего сюда пришли, чтобы людям возместить путь спасения. Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй нас. Вы что-нибудь знаете о спасении души? Что-нибудь знаю. Ну, говори, я тебе скажу, так или нет. А кем является для вас Иисус Христос? Иисус Христос – это тот человек, для меня является, который 2000 лет назад был. Понимаете, вот, я вам проще скажу. Я намного грамотный человек. У меня ни одно высшее образование. Ну да, может быть, это сначала вас так и впечатлить. Ну, я довольно-таки понимаю, откуда корни все идут. Я историю и Руси, и многих вещей знаю. Для меня очень идут большие противоречия. Для меня не складывается. То есть, знать некоторые факты из истории. И в том плане, я православный человек, и знаю вроде как это. То есть, ну, верю в Бога, как бы, да? Ну, для меня это не складушки, просто как и для человека грамотного. Там очень многие противоречия идут по истории. То есть, вам мешает уверовать во Христа ваша грамота и несколько высших образований, я так понял? Ну, практически, да. Ну, а в Библии написано, знания твои сбили тебя с пути. Ты заблудился и находишься во тьме. Вот пророк Исаия говорит. Вы вроде впечатляете с одной стороны, да? И вот, как человек вроде грамотный. Но! Но! Всё, но-то вы же не на лошади. Не знаю, есть большое но. Но-но это на лошади, когда едут. Грамотову, правильно сказать? Две тысячи лет истории с Иисуса Христа и Библию я читал. Конечно, я читал её. По 900 лет люди жили, и я знаю, и но, и всё остальное. Пока остановитесь, остановитесь пока, потому что этому конца не будет. Вы ходили, установили, но тут один вопрос. Христос ваш спаситель или нет? Неверующий будет в аду гореть. Вот и весь ответ. Тут образования никакого не надо. Апостолы были неграмотные. Не надо образования, вы просто мне некоторые факты вняли. Да, давайте, быстро говорите, какие факты. Время не тяните. Говорите, какие факты? Что у вас... Иисус говорит, что он две тысячи лет. Ну, это вы же сказали, третий раз повторяете. У нас же время отчисления с рождения Христа идёт. Ну? Это почему мы две тысячи лет, 2019 год. Именно почему. Это с рождения Христа. Бога спаситель там, так далее. Ну, то есть, я всё это знаю. Ну, знаете, скажите, с какого времени стали считать от рождения Христа? С какого года? Я побольше, знаете. Христос родился, никто и не знал там, кроме пастухов. Откуда пошло ли это исчисление? Конкретно, скажите. Конкретно, когда вот... То есть, не знаете. Скажите, не знаю, это откроет путь знания. Нет, на нема Мария. Слушайте внимательно. В Бибраке родила сына Иисуса Гриста. Да не было этого. До 532 года считали от эры Деклетиана. Вот ваше образование. Пустышка одна. 532 год. Впервые начали считать от Рождества Христова. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы проповедуем Христа Воскресшего. Мы проповедуем о Христе, чтобы люди спаслись, чтобы они не погибли. Ой, Господи, извините, я не нуждаюсь. Что, не нуждаешься? Нет, извините, я неверующий. А неверующие будут в аду гореть, в огне после смерти. Вам зачем это? Я знаю. Ну, знаешь, так. Достань Писание, сходи в церковь, купи Евангелие, молитва слов. Зачем себя так обрекать-то? Господь любого примет, только покаялся, чтобы. Не надо отчаиваться. И скажи... Там целая вечность за гробом. Вечность. Никогда конца не будет. Я знаю. Ну, знаешь, так. Кто знал и не делал, бит будет много. А можно опять у вас спросить? Можно. Вот наши ресурсы, посмотрите, какие. Если найдете, это YouTube. Там у нас 14 тысяч роликов. Дядь, а вот зачем учил тратить жизнь на простую веру? Ну, то есть, ходить все, как каждый день, да? Каждый день. В неделю, в субботу вечером, утром, воскресенье, все. А каждый день и кто будет ходить-то на работу ходят? Ну, вот у меня бабушка здесь каждый день ходит. Ну, может быть, храм открытый где, а у нас-то нет. Мы благодарим Бога за все. Надо научиться благодарить. Не ждать, что у тебя, говорится, на блюдечке с каемочкой. А вот что есть, за то благодари. Земля, воздух, солнце, вода. Это все Бог дал. Как нам не верить в Него? Как не благодарить? Отдал Сына Единородного Христа, чтобы умер за нас. И мы, прося прощения, получаем Его. Дядь, ну, правда, очень красиво говорите. Но вот меня, пожалуйста, извините. Ну, вы услышали, услышали. Все, пока, с Богом. До свидания. До свидания. Мы проповедуем о Христе, чтобы люди в ад не попали. Чтобы приняли Его, уверовали, жили по евангельским заповедям о любви. Вы нуждаетесь в этом? Я не верю в это. Что, не верите? Нет. А неверие, почему у одного вера, а у другого неверие? Почему разница такая? Я жил при химмунистке, но верю во Вселенную. Во Вселенную. Так она мертва, Вселенная, это без Бога. Ну, как верить в Вселенную? Вы как? Она со всех сторон. Кому молитесь так? Какой Вселенной? А зачем молиться, если ты веришь в Вселенную? А человек слабое творение. Человек слабое творение. Ему помощь нужна. Нет. А зачем молиться, если ты веришь в Вселенную? А Вселенная... Вселенная. Вселенная. Да Вселенная, она мертвая, материя. Вселенная, Вселенная. Чего вы как маленький ребенок? У Вселенной нет совести. Нет ума. А у человека это откуда взялось? Кто дал ему? Какая Вселенная дала? он от бога он от бога человек вот так неужели у вас желания нету помолиться богу человек же слабое творение бог 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 это вот вселенная вот это нет бог очень наш говорит читать очень наш сущий на небесах да светится имя твое да придет царствие твое да будет воля твоя или это очень нашли это а богу обращение так богу вы не умничаете 2 миллиарда мусульман молятся аллаху живому аллах они вселенная христиане молятся христу богу троицы неизреченной а я не верю причина одна человек грехи делает и боится выйти на свет он в грехах утопают пьяница блудник матерщинник а мне не надо бога во вселенную вселенная тебя судить не будет бог будет судить и после смерти в ад падешь гореть день и ночь будешь там на тебе надо это а ты сразу скажи господи прости не знал грешил а сегодняшнего дня не буду посмотри наши ресурсы какие это youtube называется открытым окон во свете библии запомните это это наш наш ресурс это мой это мой мы православные христиане ты видишь секунды рукой не крестятся за вот снимите а внизу мое имя если по скайпу выйти если вот эти слова напечатать а потом сайт значит на сайт попадете там мои книги сорок одна книга вышли из печати если форм на форме 1600 тем если зайдете на youtube у нас там 14 тысяч роликов мы строим с нуля деревню православную мы не сектанты мы православные сектанты рукой не крестятся что ты глупый мужик что ли сектанты это все отвергли а у нас иконы у нас священство у меня брат священник у сектантов этого нету да совсем эти знания то никаких секта отрицает институт священства да и нас деньги как раз и нет у нас в церкви все бесплатно свечи не покупаются с тарелкой не ходят а все есть и закрещение у нас замечание нигде ни копейки нету город барнаул крестовозвиженская община вот туда зайдите вы все тут найдете как у нас архиерей служил прошлое воскресенье вы как думаете мне сколько лет так правильно сказал 80 так я прошел за слово божие пять тюрем лагерь смерти 26 лет меня выкручивали еще ни одной таблетки не съел почему бог не вселенная вселенную бог сотворил вселенная это не творец она сотворена а бог живой все наполняет собой бог есть дух и увидеть понятно понятно все вы пока сидели в тюрьме да вы знаете что туда туда не попасть тюрьму но когда меня арестовали у меня была тон студия я насчитал 50 книг а слово божие статья 190 прим я насчитал 50 книг аудио распространил библию златоуста а потом еще архипелаг гулаг распространил я первую стране распространил брал интервью репрессированных вот здесь вот вы все найдете там книга есть одна для слова божия не туз как не за что за что мама моя пришла передачу нести принесла а там сидят женщина то где передачки принимают ну и моего не за что моего мама говорит бабоньки как вам тяжело дети то не за что а у меня-то сына посадили за что и вы признали так я его благословила на это он ходил проповедовал евангелие раздавал а сколько сейчас погубили народу да а сколько погубили народу но сколько вторую мировую войну 50 миллионов если сказать сколько обо вот сколько абортов сделали за время перестройки сто двадцать миллионов абортов было это страна погибла а где погибли то в утробе матери государство разрушается жить некому вот статье комсомольской правды было написано если бы большевики не победили нас бы было сегодня 650 миллионов полмиллиарда погубили с семнадцатого года доигрались я вам вопрос задаю такой что да ну давайте с богом обвиняют стали на что да депрессии были а сколько сейчас да сколько сейчас демократы вы правильно говорите но только причину то надо искать в самом себе бога прославлять надо молиться за правительства покушения не было мудрые законы издавали чтобы дали народу жить нормально самая богата недра земля а так написано так не пойдет вы на дорогах ездите соблюдаете правила движения да а у нас правила движения своей жизни то бог определил не человек он горит молитесь за начальствующих за царей дабы проводить жизнь тихую и безмятежную без революции без майданов вот и все все за царей я никогда молиться не буду интересно не будешь молиться так они тебя будут жучить а я молился и меня освободили я вышел живой а которые не молились со мной были сколько людей погибло 159 говорит у вас статья как сто девяносто прим прим апостроф вверху а чем она гласит так ну слушайте внимательно не перебивайте она гласит так распространение заведомо ложных измышлений порочащих общественный государственный строй советского союза я говорю гонения на верующих они горят не было раскулачивания было не было не было 12 миллионов на раскулачивание погубили я говорю войну было за каждого немца 5 6 человек это самая была такая война 400 миллионов пленных пошло не было а сейчас все публикует и ко мне обращается а как вы знали узнали литература есть я ездил многом с магнитопоном записывал они были правильные правильные им за что платят то за что платят я не могу понять им назначили сейчас оклад минимум 500 тысяч и там один сидит он получает 36 миллионов в месяц учителя мизерная зарплата а над ними которые миниться получают три с половиной миллиона каждый месяц гена правда то поэтому не это правда будет на суде божьем я работал 35 лет стажу и у меня пенсия пенсия у меня сейчас да повинуйтесь потому что ты ничего не сделаешь чтобы они обратились у меня следователь который вел моё дело в тюрьме он обратился принял крещение начальник тюрьмы полковник умер по-христиански один из следователей кгб стал священником а сколько заключенных стали на истинный путь почему со мной бог потому что потому что заключение я на вахте был пришлось книги читать телевидение ничего не было книги начал читать вы слышали что я сказал меня не убедить в этом так я я сказал мне убеждать не надо я должен возвестить спорить тот кто ничего не знает а кто знает тот истину возвещает я сказал из меня бог уже не спросит а господь говорит ты видел человек согрешает ты его не обличил он погибнет он не знал что это но его кровь я взыщу с твоей головы но если ты видел что делает неправильно то милиционер или кто там путин или кто-то и ты его обличила он не понял не принял то его кровь на его голове а ты спас твою душу зекииля пророка 3 глава 17 стих это руководство жизни я сидел в камере там милиция милиционер милицейская камера такая там убил жену там или на охоте стрелил там кого-то но и один майор лежал вот так вот лежит и спрашивает а как вот у вас там поступали так я ему отвечаю игру ну какая книга библии 77 книг я называю книгу глава стих он долго лежит лежит да здорово у вас придумано они с вами ничего не сделают я говорю меня когда судили присутствовали зал наполнили студент юридического института а я подготовился у меня 32 свидетеля я все это в тетрадке написал они говорят говорят этого гольстарика им не осудить но осудить могут беззаконно меня решили последнего слова обманно как вы относитесь повышение пенсии сейчас пенсию пенсию когда сейчас получили пенсию то мне не давали нигде работать когда освободился освободился было не амнисия помилование верховная президенту верховного совета ссср это было 15 марта восемьдесят седьмого года а 25 меня уже выпустили что меня 26 лет только мучили сколько считал четверть жизни больше четверти я отбывал и направили чтобы люди меньше слушали это казахская сср джамбульская область город жанатас там же казахи они казахи мусульмане слушали все равно меня не вы получается в жизни ты не работали когда сидел там и работали две-три нормы надо давать а как а тут я работаю у меня стаж 35 лет а для пенсии 35 это много и у меня пенсия 8 тысяч сто сорок один рубль тридцать три копейки сейчас мне не давали нигде работать можно было работать только в неведомственная охрана в милиции своего района чтобы я день и ночь был под присмотром это гнилая советская власть она боялась одного слова моё стихотворение я там про ленин написал стоит свой рот а щерев по мету птиц подставил голый череп вождь татейстов сонмище иуд на меня законопателям так о моей биографии фильм государственный снятый который занял первое место фильм вы не слышите обо мне сняли фильм мы проповедуем христа воскресшего чтобы люди не грешили чтобы в ад не попали вам хотелось бы вопросы какие-то задать да говорите я могу могу ответить вам вот у нас какие ресурсы открытых это наш youtube ну как дела мы проповедуем о христе а со христом дела хорошие всегда вы наверно мусульманин да да у нас мусульманами хорошее отношение мы вот ездили миссия мы останавливались в боку в доме мулы мулы а так как священник у них хороший потом ходили в мечеть вместе молились мы благодарим бога мы говорим о христе что он воскрес для нашего оправдания чтобы люди не грешили я вижу вот этот канал ну что здесь вот рулетка то здесь собралось 80 процентов на мусульмане я говорю зачем вы здесь я пришел проповедовать а вы зачем вы знаете зачем что-то мусульмане собрались на счет ульгер не могу сказать но насчет тебя я заходу скажем так в день ну там где-то раза три в неделю на час на полтора вы не всегда но я говорю вам что на 100 человек 80 мусульмане здесь да я сказал им почему а он это почему я говорю слушай внимательно вам разрешено по вашей книге четыре жены иметь но тебе за каждую надо платить а ты пришел на русский канал тебе может 44 иметь и ничего не платить но я тебе говорю причина одна блуд невоздерживание жеребцов а тут кобылы даром даются это так другого нет но вы я про вас не говорю вы можете они раздеты сидят показывают мускулы показывает органы свои вот ваша ваша религия тоже не одобряет то что такое поведение то маленькие дети и хамят всячески у вас аксакалов уважают а мне 80 лет 80 они хохочут пальцем тыщут это развращенно это не мусульмане барнаул город алтайский край мы когда проповедовали ездили мы проехали 6 мусульманских республик в чечне два раза были ингушетия дагестан а потом в азербайджане были турцию прошли у меня вышло из печати 38 книг я везде в библиотеке дарил дарил вот наш ресурс вы зайдите на него тут открытым окон во свете библии до 14 тысяч роликов у нас запиши себе а внизу моя фамилия и имя вот считай это по скайпу если зайдешь что мы встретимся еще у меня в друзьях много мусульман вот у нас мусульмане которые принимают христианство не крестятся делаются христианами держите все увидели вот во славу божию но ладно до свидания с богом наилучших вам благ да благословит вас господь прячутся я знаю почему прячутся алименты платить неохота от жены сбежал подкаблучник окаянный вылезь оттуда вытащи его товарищ это мы поговорим с мы о христе рассказываем чтобы в ад не попали после мы проповедуем о христе чтобы люди не попали в ад чтобы жили целомудренно берегли сами себя потому что тело наше это храм божий и сюда вот это рулетку то тут нормальному человеку делать нечего тут половина раздетая показывает себя процентов 80 мусульмане а а почему в мусульмане я вам отвечаю дома у него четыре жены можно иметь надо колым платить а тут 44 даром вот если у вас есть духовный вопрос или что-то вот наши ресурсы youtube можете сфотографировать пожалуйста открытым оком во свете библии у нас тут 14 тысяч роликов мы строим православную деревню я был начальником детского лагеря 45 лет христианского как жить правильно что после смерти в огонь не попасть не в ад а в рай попасть это реальность не выдумка какая-то вы такую книгу как библия вычит считали нет посмотрите в библии нам господь объясняет что за нас сын божий умер христос грехи взял на себя и и веруя в него мы имеем жизнь вечную прописываемся на небе если вас это касается вы задавайте вопросы я постараюсь вам ответить не грешного мы проповедуем о христе чтобы люди жили по заповедям божьим вас это касается что после смерти в ад не попасть в огонь еще за собой грехов не чувствуешь но если вы находитесь в рулетке то вы знаете для чего это создана вот эта система рулетка не знаю а кто ее создал мальчишка 17-летний двоечник конкретные двойки получал андрей терновский а этот тут никакого контроля нету тут голая показывает мусульман процентов 80 потому что там ему надо колым платить за невесту а тут даром даются кобылицы и они тут гуляют этих просторах а тут маленькие дети выступают надо верить во христа жить для бога интересно красиво целомудренно у вас вопросы есть какие-нибудь духовные ни одного вопроса нету а вот наши ресурсы посмотрите youtube можете сфотографировать это youtube у нас 14 тысяч роликов здесь мы деревню строим православную у меня другая религия уважаем что-то забита плохо слышно так и не берите в рот то так другая религию но я знаю вы мусульманин ну да а зачем вас тут столько набилось там мусульман то чего для святости пришли вы же знаете прекрасно у нас у христиан одна жена на другую не смотри у вас разрешается 4 там надо колым платить о детях заботиться а тут ты пришел 44 все даром здесь люди приходят для разврата больше не до чего для развращения и поэтому если ты молишься бог тебя сохранить я пришел чтоб сказать я для вас в отцы гожусь или в деды ватсап есть у вас ватсап что есть ватсап никак не пойму слово какое-то ватсап сейчас напишу ни одного слова не могу понять так что у нас есть и так я не понял ну ладно разли вопросов нету мы прощаемся с вами да благослови вас господь найти истину во христе